Если ты играешь не только в Clash Royale, то у меня есть отличная новость. Мне подсказали один способ, как получить кучу игр на халяву. То есть реально бесплатно. Нужно всего лишь зайти в паблик ВК, ВТФ, Кейс и написать в сообществу сообщение Бот, дай ключ. И всё, игра в кармане. И что самое приятное, тут легко можно получить топ-игру типа CSGO или PUBG. Плюс они каждый час выкладывают рандомный ключ на стену. Короче, вообще изи, топовый паблик, ссылка на него в описании. Дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. И сейчас я записываю совместное видео с Елисеем, он же не Юса. Он просто на этом аккаунте играл. Привет, привет, друг. Значит, смотрите, почему мы с ним сошлись в скайпе. Почему, что же он такого сделал, что мы записываем видео совместное. Ребята, он взял 6000 кубков колодой как? Голем с фризом. Голем с фризом. Бред полный, я не верю в это, хочу посмотреть. Но, прежде чем перейдём мы к этому годному контенту, я хочу вам показать, что я на стриме старался. Мы почти взяли 4-3, ну, похвастаться, надо же, да, флексим, пацаны. Я взял почти 4-3, больше не смог. И у меня, ребята, в сундуке фортуны Голем. И я буду фармить Голема на седьмой уровень. Это будет в следующем выпуске. Поэтому, если смотришь этот выпуск прямо сейчас, то прямо сейчас нажми на колокольчик, на лайк, на подписку. И жди выпуск, где я Голема прокачаю на седьмой, а даже, может, и на восьмой уровень. Это всё, что я хотел сказать. Елисей, снова здравствуй. Здорово. Короче, что мы делаем сейчас? Записываем годный контент и покажем, как ты играешь Голем с фризом. Значит, вот, ребята, его аккаунт, вот его профиль. Топ-13 в мире, круто. Вот его колода. Та же моя дека Голем 2 Принца, только с фризом. Как я подметил, моя дека. Вот, только с фризом вместо Торнадо, правильно? Да. Всё. Да, всё верно. Всё. Давай, Елисей, включаем твой первый повтор. Ты готов? Ну, что, три? Комментируй, Елисей, мы тебя внимательно слушаем. Я имею в виду, прокомментируй, что за бред, зачем фриз в этой колоде? А, да просто я ученика увидел и подумал, почему бы не попробовать. Вот и всё. А, и нормально зашло. Нет, просто с фризом очень легко дефать гиганта с принцем. Ты кидаешь принца на разгоне и фриз, и он тефит всего гиганта, вот и всё. Ну, круче, это надо смотреть. Да, потому что я ничего не понял. Так. Ну, круче, сам комментируй. В смысле, сам комментируй? Твой бой, ты комментируй. Ну, у тебя лучше это получается. Да, ну, ты же понимаешь лучше игру, чем я, что я. Ну, говори, бежит принц, ты запнул. Да, я запнул, думал, что принц пеет с разгона ударить с разгона. Ну, вот, видишь, у тебя уже получается. Дальше что, идёт на тебя пека с громоверцем? Я думаю кинуть дракончика так уж, чтобы сразу ударил по громоверцем. Вот, ну у тебя ни хера это не получается, поэтому... Поэтому ты выбраться... Да, поэтому принца. Да. Вот. И мегамуху. И мегамуху. Ну, короче, сейчас урон пройдёт по моей вышке большой, и две тычки пейки пройдут. Так. Уже 1388 хп. Так. А у него две фулл-вышки. Так, слушай, ну ты слишком много информации нам дал только что. Не успеваем её переваривать. Так, ты отдаёшь справа в сторону, потому что у тебя нету эликсира, да, наверное? Да. Не, ну надо... Когда никогда... Слушай, я тебе просто дам совет. Когда ты не знаешь, что сказать, говори очевидные вещи. Так, он кинул поизон, потому что наносит урон по сборщику. Потому что мы поставили сборщик, а сборщик даёт эликсир. Гениально. Именно. Так, дальше. Почему ты пошёл не по правой стороне? Вот мне что-то захотелось по правой пойти, вот если бы играл бы я. Заберу сразу у меня в другую сторону. Зачем такое мне? Я понял. Итак, наверное, вот сейчас ты покажешь фриз свой, потому что я пока не понимаю, для чем здесь в колоде фриз до сих пор. Скоро, скоро, скоро. Но он сыграет роль важную. Да? Да. Оп, и тут я фрижу. И остаются этот... Палач и... С громоверцем. Мы это видим, да? Ну ты же сам сказал. Ну, и ты думаешь, что здесь бы торнадо не лучше зашло? Нет, нет. Ну, я же тебе говорю, я пробовал торнадо, мне не получается торнадо апнуть сильно высоко. Все гиганты контрят меня. Это, может, я бы ещё как-то выиграл, но гигантов не так. Ну, короче, дальше я подкидываю голема в центр, чтобы он банковал. Он кидает, уже пеку у него прокрутилась вторая. И стягивает всё на главную вышку. Ага. Ну. Ну. Я решаю... Ну, я выкидываю всё подряд уже. Ну, это же тактика этой колоды. Ну, так это бустеры так играют. Ну, что, не знали? Знали. Внезапная смерть. И что, дальше? Дальше мне нечего делать, я решил поставить сборщик. Серьёзно? Да. Ну, потому что мне нечего было делать. Ну, я не мог просто так выкинуть ступую принца своего. Ну, запнул бы. Ну, и запа не было в руке у меня тогда. А. Ладно. И я решил поставить сборщик. Ну, почему бы и нет, в принципе. И дальше убил мегамухой и тёмным принцем этого палача. Видим. Ну, тут на меня идёт атака сейчас большая. Я её дефаю. Так. Наверное. О, он отсосал у принца. Но у меня он остался. И, короче, сейчас будет последний атака. Ну, блин, это так смешно. Ладно. Тогда это. Сейчас, сейчас будет фриз. Ну, сейчас будет фриз. Посмотрите, ты полная вышка. 9 секунд. Полная вышка. 5 секунд. 4. 3. 2. Ну, слушай, не, ну, вот в конце красиво было. Вот ещё. Нет. Прикольный бой. Это полная контра мне. Прикольный поединок. Я вам сейчас, ребят, покажу профиль игрока. Ой, это ты. Ну, ну, конечно, он похуже по профилю. Но всё равно 6 тысяч кубков. Теперь, друзья, значит, Елисей у нас сверху. Он за красного короля. А противник наш снизу. За синего короля. Вот. Пека 3 мушкетёра. Это жёстко. Я им обычно про... 3 мушкетёра от меня контрят. Вот это 3 мушкетёра... А чё он сидит ждёт? Ты поставил сборщик. Он уже... Сколько простой. Хороший зап. Да. И он, короче, прокрутился до сборщика. И сейчас его поставит. Но ты сразу ставишь, короче, голема. И он такой задумался, ставит ли сборщик. Но всё-таки решил поставить. Так вот. Сейчас я готовлю большую атаку. Я знаю, что у него минус по эликсиру сильный. Потому что он много эликсира потратил. Простой, простой. И выкинул там всё подряд. Делал атаку. Я думаю, что это сначала спам. Но вот он выкидывает Пеку. И я решил сразу выкидываю призы, чтобы бить Пеку. Сначала вообще не понимал, что это за колода. А потом уже доехал. Когда смотрел после боя уже колоду. Тут я забрал Пеку. А что, он 3 мушкетёра не показал тебе, что ли? Нет, он так и не показал 3 мушкетёра. А, он сразу проиграл? Да, он сразу проиграл. Первым же Пушем. Вау. И, короче, вот идёт Пуш. Сейчас он поставит Пеку и всё. Я даже не успел зафризить. Ну, тут ты говоришь, фриз сыграл очень важную роль. Нет, в следующем. А, в следующем? Окей. Ну, она эпичная. Но я там один раз фриз неправильно выкинула. Ты захотел просто похвастаться, как ты снёс на птиц короны? Да. Окей, окей, окей. Засчитываем. Поехали дальше. Тут гигант с принцами. Рассказывай. А почему ты знаешь, что это дек контрит? Если ты кидаешь голема, тебя сразу снёс на птиц. Да, с другой стороны, я знаю. Я хотел у тебя, кстати, спросить. Как нам играть? Говори. Что говори? Я спросил, как нам играть? А, нам нужно задефать голема так, чтобы мы были в плюсе. Это с фризом очень легко сделать. Нам гиганта ты имел в виду. Если честно. Ты имел в виду гиганта. Да, да. Я здесь сыграл плохо, но фриз... Ой, точнее, сама катка эпичная получилась очень. Поэтому я решил показать её. Один раз фриз неправильно выкинул тут. Но вообще, очень легко просто гигантов играть с фризом. Почему? Ну, потому что, смотри, идёт на тебя гигант 2 принца. Как это дефицит? Сколько эликсира? Гигант 2 принца? Ну, давай посчитаем. 9 это принцы, плюс 5 это 14. Сейчас у меня подожди, как бульбулятор. Так. 14 эликсира. 14. Ты кидаешь сзади своего принца тёмного. Это 4 эликсира. И фриз. И всё, нет ничего. И фриз. Чего? Тёмный принц с фризом задефит гиганта и двух принцев? Да. Да, на разгоне. Ты покажешь? Слушай, это нам. Вряд ли здесь будет это. А, слушай, а давай, ты докажешь, что это играл ты и пойдёшь в онлайн-каточку после этого. А то у меня сомнения, что тут бустер играл. Да, тут я нанял бустеров штук 40. Короче, вот, я тут слишком поздно ещё использовал фриз. Не, ну чё, вовремя? Нет, если бы я использовал пораньше, то у меня ещё остался в живых полностью принц. Тёмный принц. А, ну да. Ну ладно. Хорошо, сыграем одну-одной катку. Я проиграю, но пофиг. Так, тут я забываю, чтобы сильно много урон не нанесли. Так. И ставишь сборщик. А он поизон сейчас. Ну да, потому что он не глупый. Да, мне кажется, любой бы кинул пользу в его ситуации. Слушай, ну я вот и кравью этой декой и на основе, и на твинке. Ну не знаю, вот мне быстро колоды чё-то вот торнадо, ой, мортира, ракета, шахтёр или хок, вот это выигрывает меня. Пообъясни. Выигрывает. Да. Знаешь почему? И хокт. Вот, стой, 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 стой. Вот я вижу фриз. И не бьёт мой тёмный принц ни по кому. Я вижу. Вот если бы я правильно кинул фриз, фриз, то я бы убил всех. Безусловно. Так. Ну, стой, у меня голем фуловый слева. Тут у меня идёт большая атака на меня. Я запаю и еле-еле сейчас отдэфую эту атаку. Ну там фуловый голем. Ой. Не забывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Да ладно, блин. 493 хп, он кидает поздно. Нам остаётся последний поздно. Нихера себе. Не, вот это уже интересно. И что я делаю? И что ты делаешь? А смотри, что он сделал. А что он сделал? Он решил кинуть этого. Танец. Я не понимаю, как ты тут затащил. И вот, и в итоге он из-за того, что не от дефолуус ел... Так капец! Сейчас заканет поезон. Поезон? Раз. И все. Класс. Не, красивый бой. Ну, вот один фриз этот неправильный, и сколько я урона потерял. Так бы ноль урона пришло. Ааа, так. Давай, пруфы, что тебя не бустили. Да нет, я сам я шучу, мне все равно, поверят или нет. Я-то знаю, что это ты играл. Давай, я просто хочу онлайн-каточку посмотреть. Иди в бой. Я уверен, почти у меня 99%, что я проиграю. Поехали, давай. Я на жалобу, но здесь, правда, ждать иногда бывает долго. А, с пеллбейтом, либо арбалетом. Вот это ж надо настолько быть затрутом, чтобы знать каждого игрока в этой игре, знать, кто чем играет. Вот тут ценятся людям нечем, вот серьезно. Так он в моем клане. Ааа. С пеллбейт. А ты, он в клане Пердиктем? Нет, в новый спорт, я же вышел на секунду. Так. Так. Ну, это, конечно, не очень удачно. Вот здесь с Торнадо было бы легче, но у меня здесь фриз. Угу. Так. Принцесса? Я выкину на левую муху. Что для тебя хуже, если будет Инферно или если будет Торнадо? Ой, даже не знаю. А он правильно кинул бочку гоблинов, чтобы Тест Торнадо не активировал главное здание. Он знает меня. Чем я играю. И ты знаешь его, чем он играет. Да. Да, вообще верно. Ааа. Тут на стриме спрашивают, в каком ты классе учишься. Это очень важно. Вам это как-то поможет пожить? Ну, да. Ну, как бы, давай, говори. Я теперь спать не буду, если не узнаю. Да, в третьем. В третьем. В чем? Это не поменялось ничего. Да. В первую очередь изменится, да? Так, ладно, давай смотреть. А спрашивай, ты действенник? Нет, конечно. Конечно, нет. Это же одноклассники, видос его потом посмотрят. Да. Эх. Эх. Так, Елисей, соберись. Соберись. Это же спеллбейт. Что, что не можешь выиграть спеллбейт? Конечно, не могу. Давай, играй. Хороший мегамульон. Кстати, реально. Вообще, прям идеально. А что ты на другую сторону пошел? Не знаю. Ну, принцесса сейчас слева будет. На другую хочу в сторону. Ну, серьезно. Ну, это печально очень. Такие вот действия. Так. Да, с его стороны. То есть, ты говоришь, что ты затащишь? Меня это уже начинает радовать. Нет. А. Тогда же. Печально для меня его действие. А. Я думал, ты говоришь, о, печально. Печально у него все. Торнадо. А, у тебя что? Какой торнадо? Я вижу это. Фрезуй. 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 Фрезовать было. Ой, нормально, кстати, урон. Кидай ракету на принцессу. Какую ракету? Ты что, глупый? Что делать? Эликсир простой простаивает. Ай. Господи, ну проигрывай. Что-то такого. Бревно. Да. Зап, молния, ракета. Капец. Ты задефался? Я думал уже проорать. Как я проиграю красиво? Ты на ничью тянешь? Не знаю. Мне страшно. Он фризит. Ой, как же удачно темный принц, кстати, сейчас вышел. Ну да. Это уже все? Внезапная смерть или? Да. Фриз, да? А, нет, она фриз. Вижу эликсира. Не, ракета не добьет. Хорошая игра. Обожаю фризить бочку. Друзья, ну вы сами все видели. Судите вы. Я не верю, что это он играл. Давай что? Да не, все. Хватит. Мне еще записывать видео, где я прокачиваю голем. Вот это будет интересно. А это что? Ну, голем фриз. Не, ладно, если без шуток. Просто вы бы знали, сколько мы дублей уже пытаемся записать видео. У нас там свои моменты были, да. Мне было трудно собраться и серьезно прокомментировать. На самом деле, вот если честно, мне атаки понравились. Две. Одна так вообще ни о чем. Вот это на трешку. Ну как бы там противник просто был обескуражен. Он ничего не выпустил. Ну хотя да, ладно, ты подловил его. Но не было эпичности. А две таки были очень крутые. Адлайн катка тоже так себе. Но ты не проиграл. Держался. Молодец. Да. Вот. Не, ну что, прикольно. Спасибо, что... Что... За что спасибо-то, а? Да ни за что. Не, на самом деле, спасибо тебе, Елисей, за эту колоду. Ты меня с ней научил играть. Господи, зачем это банально? Все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ждите видос с открытием сундуков. И ставьте лайки, чтобы Елисей взял... Сколько ты в этом сезоне хочешь взять? Да, хер его знает. Ну, 6-100 возьмешь? Ну, 6-100, ясное дело. Но я хочу выше. Давай, бери вместо фриза, короче, клон спел, либо рейдж. Бери 6-100, и мы запишем с тобой еще один видосик. Нет, я только с этими. Если еще раз пойду, только со спелами. Ладно, все, друзья, спасибо за просмотр. До новых встреч, пока. Подписывайтесь и ждите видос, где я открываю сундуки. Пока.